Продолжаем с вами, друзья, знакомиться с видеонаблюдением из Китая. У нас на канале много роликов, если тема эта интересна в целом, заглядывайте по ссылочке в описании, там есть на что посмотреть. Сегодня смотрим на вот такой интересный комплект. Здесь у нас 4 камеры, они беспроводные Wi-Fi, подключаются к ресиверу. Особенность данного комплекта здесь 3 мегапикселя и камеры с распознаванием лиц, с фиксацией лиц, как это все работает. Сейчас настроим, проверим, расскажу про все плюсы, минусы, преимущества, недостатки. Краткий обзор, начинаем. Комплект системы видеонаблюдения продается в магазине на Алиэкспресс под названием Кируи. Большинство знает этот бренд по сигнализации, безопасности, датчикам. Все эти видео у нас есть на канале. Но здесь же, я так понял, продавец просто перепродает. На всех товарах нет логотипов магазина. Состоит комплект из ресивера и 4 камер. Можно выбирать разные комплектации, по ссылке ознакомитесь в описании. С ресивером идет блок питания 12 вольт 2,5 ампера, инструкция и самая бюджетная мышь. Ресивер оснащен двумя Wi-Fi антеннами, с задней стороны слот под microSD карту, LAN порт для подключения к роутеру, питание, USB для мыши, HDMI для внешнего монитора и кнопка сброса настроек. С нижней части под крышкой карман для установки накопителя формата 2.5. Поддержка до 2 терабайт. Диска на 1 терабайт хватит на неделе 2-3 непрерывной записи. Дальше будет циклическая перезапись. По камерам, то комплект каждый включает блок питания с европейской вилкой, инструкцию, набор коннекторов, крепление и все. Камера оснащена встроенным микрофоном, динамиком для двухсторонней связи. Предусмотрена установка microSD карты под заглушкой с нижней части. На нее не обращаем внимания, слот по факту не задействован, так как все пишется на ресивер. Кратко подводим итоги. В целом комплект неплохой, но вместе с ресивером хотелось бы иметь патч кабель для роутера и провод HDMI для подключения монитора. С камерами идут блоки питания, но камера уличная, блоки не уличные. Я думаю, что большинство людей при установке будет разрезать провод и удлинять его, либо же устанавливать таким вот образом под козырек или шифер. Такой есть нюанс. Собрал я вот такой стенд тестовый, друзья. Подключил 4 камеры, монитор от компьютера и ресивер. Для всего этого нужно 6 розеток. В ресивере, кстати, встроен динамик, и он там подсказками на английском разговаривает с нами. По итогу все камеры подключились автоматически при запуске ресивера. Нужно лишь придумать логин и пароль, пару контрольных вопросов и все работает из коробки. Да, реально это очень просто справится даже мальчик Петя из третьего класса. На главном экране уже транслируется наше видео из камер. Нужно подключать к этому ресиверу сразу 8 камер. Такие комплекты есть у продавца, а можно добавлять свои. Еще я воткнул твердотельный накопитель с Atom, запустил, он работает, все четко. Русский язык присутствует для настройки управления. И что хочу сказать сразу, это не 3 мегапикселя, тут их явно нет. Возможно даже и 2 нет, скорее всего это просто HD картинка растянутая до 3. При просмотре информации скачанного файла видим разрешение 2560 на 1400 пикселей. Попросту интерполяция. При этом невысокий битрейт и частота кадров 12 в секунду. Немного, хотелось бы как минимум 20. Но учитываем бюджетность системы и давайте смотрим дальше. С рабочего стола можно приближать цифровым зумом. Видим тут уже мыло мыльное и потери деталей. Также реализована система поворота и наклона. Конечно это удобно, что можно управлять камерами, не лазая каждый раз с корректировки, делая на крыше где-то. И по сути одной камерой можно при необходимости просматривать большой угол. Хотя и стандартный объектив охватывает градусов 70. Хорошо. Видео записанное просматривается в плеере. Есть сортировка по событиям. Здесь же можно нарезать нужный отрезок и сбросить его на microSD карту. Меню ресивера очень простое. Для большинства пользователей нужен только будет плеер. Ну и собственно и сами камеры. Другие настройки не обязательно. Есть настройка времени, записи по дням, сеть, дата, время, выбор языка, действия при заполнении диска, перезаписи или остановка. Архивация файлов, настройка снимков, дисплея, учетные записи. И еще есть смарт-оповещение, где выбираем обнаружение людей и действия в случае этого события. Каждую камеру можно настраивать отдельно. И конечно всем этим делом можно управлять со смартфона. Скачиваем приложение I can see, жмем добавить новое устройство, выбираем NVR DVR, сканируем QR-код на крышке ресивера и все, да все максимально очень просто. Теперь практически те же функции имеем, но с телефона. Вращаем, перемещаем, работает все практически синхронно за счет низкого битрейта и кадров задержки нет. Удобно то, что на смартфоне можно просматривать записи с жесткого диска ресивера и скачивать их уже в память смартфона сразу. Камеры оснащены двумя видами подсветки. Стандартная инфракрасная, которая позволяет камерам видеть ночью. Частота кадров, конечно, ночью, отмечу, снижается в два раза, поэтому тут только силуэт или контур можно рассмотреть. Вторая подсветка это белые диоды. Они могут включаться автоматически при обнаружении человека. Как только в кадре появляется объект, камера распознает и включает белую подсветку, которая позволяет снимать ночью почти как днем. Такая подсветка может использоваться и в качестве ночного фонаря на улице. Светодиоды яркие, очень яркие. Примерно получается такое качество. Производителям заявлено, что есть распознавание лиц. Предусмотрена функция такая и в настройках, но по факту мне ее запустить не удалось. Точнее камеры, возможно, эти не определяют их. Должна создаваться база лиц, но это не запустилось, поэтому просто забываем про это или забиваем. Хотя бордовец сказал, что какие-то фиксы будут в новых прошивках. Ну я сомневаюсь. Как это должно работать, можете вот посмотреть детальный мой ролик с обзором камер Керуи, кстати, прошлой версии, которая вышла два года назад, стоила в два раза дороже. Но там все работало очень четко, именно вот с распознаванием лиц. Сразу тестирую распознавание лиц. Уже справа есть одно мое фото. И если я еще раз загляну в камеру, то система понимает, что человек был в кадре. Его отдельно сохраняет файл и делает снимок человека в кадре. Превьюшки выводятся справа в фоторамке. Предусмотрено шесть позиций. Теперь, если мы хотим узнать, что же там происходило, кто проходил, что это за лицо, заходим в просмотрщик, выбираем умный поиск по лицу, он там предусмотрен. И перед нами кадр, ткнув на который, открывается видеоотрезок с тем, что было в кадре до, во время и после появления этого человека в зоне действия камеры. Причем, как можете видеть, качество отличное. Давайте, ребят, кратко подведу итоги по данным камерам. Лично меня, конечно, они не впечатлили. Изначально я тестировал другой набор от Киру, это было два года назад, и там действительно работало распознавание лиц. Фиксировались кадры, можно было сделать поиск по лицу. Здесь эта функция не появилась. Хотя производитель обещал, прошивка новая вышла, но пока и в ней эта функция не реализована. Если это кому-то не нужно, поиск обычный работает по движению, по определению человека. Все это есть. Разрешение у камер невысокое, но с другой стороны, данные камеры не занимают много места на жестком диске. Нет никаких лагов, зависаний, тормозов. Они стабильно работали всю неделю, пока я их тестировал. С этим вопросов никаких нет. Чего-то ждать от такого комплекта. Да, безусловно, что-то хочется получше. Думаешь, уже 22-й год. Нужно какие-то новые функции, внедрение новых технологий. Но пока в таком бюджете получаем такой вариант. Если давайте посчитаем отдельно, буквально недавно натыкался на такие камеры. Они стоят примерно 35 долларов штука. С вращением, с ночной подсветкой, с дневной подсветкой. Четыре камеры у нас обходятся уже 140 долларов, плюс ресивер, плюс блоки питания. То есть получается сумма около 200 долларов. Если этот комплект сейчас продается за 170, в нашем инстаграм-магазине можно его забрать за 120 вообще после обзора. Это вполне себе неплохая цена. Если понимать общую картинку, развесили по четырем углам дома, допустим, у вас огромный обзор. Вы зашли в смартфон, можете вращать, смотреть, настраивать. Камеры еще пишут звук. Это тоже все совсем-таки неплохо. Плюс у вас ночники по четырем углам дома висят, яркая подсветка. Либо же срабатывает автоматически, когда заходит человек в кадр. Немножко может отпугнуть вора. Если загорается свет, он может подумать, что вы включили или камеру зафиксировали. И вполне себе рабочий вариант. Есть какие-то другие особенности здесь. Да нет, обычный стандартный набор, который плюс-минус работает. Да, небольшое место занимает сам ресивер, маленький, компактный. Не хватает в нем второго слота под USB. Хотелось бы, чтобы можно было копировать все записанные файлы через USB. Тогда это было бы удобнее. Так приходится microSD карточку вставлять, а если мы хотим записывать на microSD карточку, тогда мы просто не можем скопировать файлы, потому что у нас один USB. Нам нужно куда-то вставлять мышку, а без мышки мы не сможем никакие манипуляции производить в данной системе. Поэтому либо беспроводную мышку была возможность подключать, круто оставить одну USB, либо сделать два USB. Задача, в принципе, для Китая несложная, но реализовали вот таким вот образом. Камеры рабочий комплект, стандартный, подключили, все работает с завода и забыли, так сказать. Поменяли там пароли свои и все. И, в принципе, плюс-минус получаете такую картинку, которую вы видели. Чего-то ждать от них большего, ну, не стоит. Либо же ждать, когда появится обновление, в котором будет работать распознавание лиц. Но сам сенсор здесь далеко не 3 мегапикселя. Я сомневаюсь, что это будет корректно как-то работать, как работало в предыдущем комплекте. Поэтому вот, что есть, то есть и цена, скорее всего, что адекватная за этот комплект. Ну, хотелось, как всегда, хотелось бы чего-то, чего-то чуточку больше. Ваши мысли в комментариях. На сегодня все, друзья. Если заинтересовал данный комплект, вы можете его приобрести в нашем инстаграме Белстур.юа. Также ссылка в описании. Есть там и другие варианты. Возможно, что-то подберете для себя. Ставьте лайк, подписывайтесь, берегите себя и увидимся очень скоро.